Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с последствиями по НДФЛ и страховым взносам при выплате компенсации работнику за задержку заработной платы. Именно данному вопросу посвящены письмам Минфина, реквизит которых вы видите. Вообще здесь следует заметить, что сейчас идет просто вал этих писем, а значит и был вал запросов по данному аспекту. И с чем это связано, не совсем понятно. Рассматривая эту ситуацию, во-первых, Минфин указывает на то, что компенсация за задержку заработной платы не возмещает работнику каких-либо затрат и потерь. Соответственно, такая компенсация подлежит обложению НДФЛ в установленном порядке. Здесь сразу следует заметить, что этот вывод Минфина не новый, и ранее уже он озвучивался в других письмах. И одно из таких писем я рассматривал на канале. Однако, эта позиция Минфина развивается. Во-первых, Минфин отмечает, что обложение НДФЛ, компенсация за задержку заработной платы, оно происходит и в период наличия трудовых отношений, и в период прекращения трудовых отношений, когда выплата компенсации осуществляется по решению суда. Также Минфин отмечает, что применительно к страховым взносам, опять же, соответствующие компенсации, они не упоминаются в статье 422 Налогового кодекса, и, соответственно, они подлежат обложению страховыми взносами в общем установленном порядке, как выплата в рамках трудовых отношений. Здесь, правда, применительно к страховым взносам возникает вопрос. Обложению подлежат эти суммы как при наличии трудовых отношений, так и после прекращения трудовых отношений, либо все-таки, когда пока действуют трудовые отношения. Но такого уточнения пока Минфин не давал. В любом случае, работодателям, которые выплачивают соответствующие компенсации, а также работникам, необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.